здравствуйте дорогие друзья дорогие зрители это лазарева тут я тут я тут не одна как всегда всякий раз я подчеркиваю что когда человек говорит сам с собой один это очень странно выглядит когда он говорит все-таки еще из собеседником который очень уважает ценит и давно мечтал познакомиться это вообще отдельный случай как раз это тот самый случай когда я представляю вам екатерину шульман каким образом я умудрилась заманить вас екатерина к себе на канал непонятно потому что как все я как ваш подписчик вашего youtube канала знаю что все комментарии пишут господи шульман она вообще их сколько как она все успевает но поскольку мы с вами давно договаривались пообщаться еще год это был многоступенчатый процесс она вопрос как вы все успеваете который часто приходит слышать я обычно отвечаю муж хорошего и в общем после этого же других вопросов хотя я бы конечно поговорила об этом но это будет совершенно другая передача и тема нет на этом мы не договаривались да хорошо хорошо а договаривались мы собственно и я и и тогда хотела с вами поговорить и сейчас у меня еще пуще это желание разыгралась потому что я хочу с кем-то поговорить просто с кем-то кто удовлетворит мое любопытство поскольку я не журналист и вообще никакой не специалист и вообще у меня нет высшего образования на минуточку то я просто любопытствую вы же из новосибирска там высшее образование просто при рождении выдают сразу вместе с саморождением выдают дипломы высшего образования более того катерина я из новосибирского академгородка ну вот да я именно это имею ввиду и как как вы сумели избегнуть этой общей участи один из трех человек новосибирского академгородка у которых нет высшего образования вот такой вот я смелый человек вот такой вы нонконформист надо же как слушать да респект уважаю я просто реально хочу просто чтобы мы с вами сегодня вот помечтали знаете как у нас в кв не была такая фраза давайте ребята помечтаем а что вообще может быть с нашей страной как бы как бы отвечая на вопрос дяди юры музыканта что же будет с родиной с нами когда нибудь и вот меня как раз больше но не больше всего намного чего интересует я как тот слоненок из этого рассказа киплинга помните про любопытного слоненка который в конце которого нос укрепился то есть буквально как в русской пословице любопытный варварин базарь нос оторвали а ему наоборот нос увеличили удлинили да любопытный варварин вот мне ужасно интересно вот я вижу вокруг в мире какую-то фигню в плане вот государственного устройства что-то мне простой опять же русской сибирской дурочки подсказывает что что-то вот как-то не так пошло что-то пошло не так как-то все не так устроено вот еще со времен брекзита еще я помню тогда вы начали беспокоиться тогда я правда за беспокоилась потому что я не очень понимала так подождите то есть 49 там условных процентов населения хочет так а 51 здесь хочет так и вот это вот демократия нас подвигает к тому что мы выбрали 51 разумеется но при этом же не уходит никуда там практически половина населения которая была против я вот в этом смысле очень интересуюсь про устройство государства но вообще может быть какое-то справедливое и что это такое-то мертократия или что это есть какие-то вообще слова научные дайте сначала начнем чтобы нам было чего отталкиваться вообще если люди мирно сосуществуют друг другом то есть существует гражданский мир то это обозначает что государство своей базовой функции справляется мы от него ждем наступление всеобщего счастья но вообще-то есть вот этот минимальный порог который оно должно обеспечивать если в стране люди друг друга не убивают и не отбирают друг у друга еду силой то значит в общем это все более или менее функционально поэтому когда мы говорим о том что у нас кризис там апокалипсис и еще какая-то такая беда полезно всегда вспомнить что такое настоящий кризис и апокалипсис что такое например фейл стейт вот это самое такое неудавшиеся распавшиеся государства которые теряют куски территории в котором образуются там где-то отдельные вооруженные банды которые на этой территории управляют а центральное правительство не управляет которая не может поддерживать инфраструктуру как то дороги базовую связь мосты телеграф телефон вот вот это вот вот это плохой сценарий а все остальные сценарии в общем приемлемые но дальше начинаются нюансы многочисленные вот вы упомянули брексит что с брекситом не так вы говорите пятьдесят один процент хотел одного сорок девять другого победил пятьдесят один а сорок девять никуда не делись но эти никуда не девшиеся сорок девять по итогам референдума не подвергаются политическим репрессиям их не лишают гражданских прав их имущество никто не изымает в свою очередь они не взялись за оружие не пошли воевать убивать тех кто голосовал за то есть несмотря на всю сложность этого решения несмотря на все убытки которые терпят разные участники этого мучительного политического процесса все же вот это самый гражданский мир сохраняется как он сохраняется каким образом это произошло это многофакторный процесс понятно да человечество стало цивилизованнее человеческая жизнь стала дороже большинстве стран мира уже нет больших призывных армий которые должны с какой-то периодичностью воевать друг с другом иначе непонятно зачем они нужны такие большие а в общем торгуют скорее государства друг с другом охотнее чем воюют межгосударственные войны вообще из моды вышли это вот гуманизация это с одной стороны с другой стороны есть великое умиротворяющее влияние демократии в котором если проголосовали не так как вам нравится то во первых вы знаете что есть некая правовая база которая не дает после этого вас обижать за то что вы неправильно голосовали или вообще не голосовали а во вторых у вас будет следующий шанс то есть это голосование оно не последнее вот там вот вам брексит не нравится у вас будут парламентские выборы вы придете и наваляете вот этой партии которая за брексит проголосуется за другую партию или наоборот вас воодушевил брексит вы придете и в двукратном размере проголосуете на ту партию который доставил вам это счастье и эта борьба является как и например большой спорт некоторым суррогатом гражданской войны только мирным то есть вам не нужно устраивать как вот если уж мы на англию так сказать перекинулись и гражданская война которая нам известна через призму романтической литературы железнобокие неподкупный кромвель кавалеры этих в кружевных воротничках на самом деле с точки зрения убыли мужского населения это был самый кровопролитный конкретного времени вот по проценту сколько они убили мужчин это было больше чем вторую мировую войну времени времени много прошло все про это позабыли какая-то была жуткая резня на самом-то деле потом проект написал там вальтер скотт много увлекательных романов и нам кажется это красиво вот это была гражданская война теперь у нас вместо неё во-первых футбол во вторых выбор и это очень выдающийся совершенно социальный прогресс надо уметь быть за него на самом деле благодарны что происходит сейчас сложного с демократией с мировыми демократией сейчас не говорим про всякие неудачные авторитарные модели которые пытаются демократию имитировать но позволить себе не могут какой-то причине мы говорим про настоящей демократии у них какая сложность наступила у них наступила та проблема что хотя всеобщее избирательное право в двадцатых годах двадцатого века практически во всем мире уже появилась но де-факто политическая жизнь все равно была привилегией образованного сословия довольно немногочисленных то есть все люди могли голосовать но они не голосовали и даже если они голосовали они голосовали за представителей элит которых им показывали в качестве кандидатов неважно партийных или там в президент потому что люди продолжали верить что есть вот какие баре и они знают как надо управлять а есть вот какие-то мы простые люди потом в течение двадцатого века особенно после второй мировой войны началось опять же в странах первого мира резкий рост благосостояния люди стали богатеть жить лучше и окончательно распространилась и укоренилась всеобщее образование а вслед за ним стало гораздо более доступно и распространено высшее образование а потом сверху на это пришел интернет что происходит все грамотные никто не голодает то есть у людей появляется время и некоторый ресурс на то чтобы разобраться в том до чего им раньше у них просто не доходила голова есть информационное пространство в котором каждый может не просто там послушать что там творится как вот в телевизор посмотреть а поучаствовать я что же могу написать зажигательный пост или хотя бы чужой пост перепостить или я могу прийти куда-нибудь youtube там дизлайк поставить и комментарий написать какой-нибудь злобный я вроде как участник политического процесса вторая волна демократизации если мы первой волной демократизации считаем установление всеобщего избирательного права тогда это была очень большая революция политические систему с трудом с этим справляется сколько страхов как народ боялся как же так все придут голосовать неграмотные в россии тоже также было в россии нам всем в восемнадцатом году досталось всеобщее избирательное право одним из первых в мире получили право женщины тогда этого мало где было такое ощущение что этим никто особо как-то так не озаботился и так мимо ушей пропустил это был большой так сказать внезапно обрушившийся на людей новый ресурс на человек женщины повторюсь получили избирательное право одним из первых в мире во вторых очень низкий был порог возрастной 18 лет большинстве стран где голосовали мужчины там был 21 год и никаких цензов не имущественных не цензов проживания не образовательных никаких всеобщее избирательное право большевики очень быстро все это прикрутили потому что когда они участвовали в настоящих выборах они их проиграли выбор в учредительное собрание но значит они прикрутили это очень просто просто отменив альтернативу то есть эти наши всеобщие выборы были безальтернативными такое вот оригинальное было новшество но если вы этого не делаете а в современном мире делать это уже как-то неловко то у вас наступает вот эта самая проблема когда к вам вдруг в политический процесс приходят новые массы которых не было до этого на самом деле все то что мы называем там голосованием за популистов правым креном каким-то левым хреном вот это вот все это производные от этой демократизации есть этот термин употребляю нейтрально то есть просто расширение участия понимаете новые люди другие с другим образованием или вовсе без него с другими взглядами на жизнь они благодаря ну вот последнее время благодаря интернету перешли в публичное пространство их не было их не было слышно видно и они не участвовали ничего а теперь они вот и не есть и дальше начинает вести себя с точки зрения установившегося порядка странно типа зачем вы нам значит брексит наголосовали зачем вы нам трампа выбрали зачем вы нам выбрали какую-то альтернативу для германии вы значит вот неизвестно кто да у нас тут так было хорошо мы сидели своим образованным кругом ну выбирали чуть полевее чуть поправее а вам только рассказывали задним числом а тут вдруг вы тут понабежали и свои мнения значит нам тут суете в избирательный орган как с этим справляться как справляться с тем что люди не просто приходит голосовать на традиционные выборы они еще и требуют себе других форм участия не просто раз пять лет проголосовать за кого-то там вообще самим участвовать принимает решение они же в интернете это дело пользователи интернета привыкли к другому типу коммуникации 6 ним все время советуются их что-то спрашивают подберите себе там чего-нибудь да значит вы там на лайкали вам формируется лента а вы чего-то там сказали про себя вам уже рекламу показывают вы считаете что это и есть то самое новое поколение которое пришло и который будет все-таки ходить на выборы в россии дело не поколение это не поколенческая вещь в интернете люди разных поколений да пожилые люди отлично в интернете находятся не надо думать что их там нету конечно есть некоторая разница в медиапотреблении особенно в россии а между молодыми и пожилыми но например 40-летний 50-летний все в интернете они уже давно там так что считать сейчас в 2020 году что это какая-то молодежная штука это извините надо быть секретарем союза безопасности чтобы так себе представлять медиапространство мы то с вами знаем да я получше я про другое говорю что вот люди такие стали активные и выражают свое мнение но может быть это такая новая будет хорошо не поколение но это такая будет новая временная привычка может быть это как-то заставить людей быть активными теми самыми активными гражданами которых мы так ищем везде где вы где вы кто пойдет в россии это вообще грех жаловаться на общественную пассивность люди участвуют во всем в чем можно участвовать не получив по голове а тем не менее считается что участвовать в политике это типа фу-фу-фу как-то ай-яй-яй ходить там есть такое есть такое да и это в том числе результат государственной пропаганды она всегда этим занимается в особенности образованному сословию внушается что политика это грязная пошлая нехорошая вещь что это строим ходить что это лишает их индивидуальности что это вообще вульгарно потом когда они так сказать интернизировали это идиотическое представление их обирают просто как липку из дома выгоняют дом ваш сносят налоги с вас берут в общем вас разденут вот вас таких вот глубоко индивидуализированных людей которые не хотят иметь ничего общего со всей этой пошлостью вот платить будете общего иметь не будете а платить будете а потом еще раз а потом еще вот а потом ребеночка вашего свиньтесь на митинге пойдете в овд и дальше будете вспоминать как в известном анекдоте а вы не знаете в какой куда нас везут нет вы извините я политикой не интересуюсь вот это вот я вижу что последние по крайней лет пять после четырнадцатого года который много чего сделал с российским обществом но в том числе разбудил вот эту вот какую-то спящую такую народную душу вот это вот поверье в то что политика это какая-то бяка она немножко уходит люди перестали говорить я вне политики я политики не занимаюсь вот это вот все особенно смешно когда это говорят люди которые митинги заявляют мы хотим митинг но он у нас не политически вот это же удивительная история я сама с этим тоже мы хотим мы хотим кассу сварить но она у нас не для еды да 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 потому что тогда еще ну как бы как я не знаю почему назвали 14 год почему кстати с четырнадцатого года 14 год со всеми своими этим крымско-украинскими событиями он как-то людей ну сначала всех пришибло а потом как будто люди проснулись но не очень поняли что им в этом проснувшемся состоянии сделать после этого началась постепенно это политизация то что вы понимаете полосы называет политизации которая проявилась в семнадцатом году протестами и голосованием на муниципальных выборах в москве восемнадцатом году протестами и протестом голосованием на региональных выборах и в девятнадцатом году вот этой вот весной и летом протестами в москве и выборами в мосгордуму ну и вот в двадцатом году мы имеем то, что мы сейчас имеем, еще до конца года доживем, увидим и не то. И вот мне как раз тоже хочется какого-то прогноза, конечно. Давайте, мы же мечтаем, да? Хочется мечтать с одной стороны, да, что все люди будут понимать, что любой твой выбор, это уже политика, любое принятие решения, это, окей, пусть так будет, это политика. И ты принимай решение. Да, скажем так, заявление своего требования и преследование своего интереса, это политическая деятельность, да. Поэтому не бывает неполитического протеста, не бывает неполитических митингов, более того, не бывает неполитической публичной активности. Ну, если вы там поете, по земным переходам, то это, наверное, неполитическая активность. Хотя, помните историю с арбатским мальчиком? Это как-то уже при вас было или уже нет? Мальчик, который Шекспир читал на улице, а потом его менты повязали и пошел большой ужасный скандал. Потом отпустили, извинились и все такое. Потом все выходили на улицу что-то читать. Так что, такие вещи тоже могут, если не быть первоначально политическими, то потом приобретать политическую окраску. Ну, хорошо. И тогда все-таки мы придем, наконец-то, когда-нибудь в нашей стране к тому, что появятся новые политические лидеры, да, они пробьются как ростки через этот бетон и заржавелую арматуру. Они появятся, люди перестанут бояться. Ну, не знаю, когда это будет, потому что страха, конечно, очень много. Но, тем не менее, появятся какие-то люди. Мы переставатели, вы понимаете, в чем дело. Мы переставатели. Мы переставатели. Поэтому сказать, что люди боятся неизвестно чего, по причине своей просто боязливости, язык не поворачивается. Нет, 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 согласна с вами. Это действительно страшно. И поэтому я лично уже редко, последнее мое активное участие было в марше матерей, и то я на него никого не звала. Это 13-й год, да? Нет, это два года назад. А, вот это вот последний, да. Я перепутала с Машей против подлецов, когда закон Демьякова его приняли. Это был 13-й год, да. А это было два года назад, да. Где я так не участвовала? Но вот смысл в том, что я тоже, конечно, уже никогда никого не зову. То есть, если это не санкционированное мероприятие, я говорю, я иду, а вы уж там, пожалуйста. Потому что, конечно, понятно, что все это страшно, и все это опасно. И молодые, значит, яростные революционеры, молодые люди, подростки, там, младшего и старшего возраста, они, конечно, бегут. А мы, люди постарше, уже так это смотрим и думаем, так, где у меня паспорт? И есть ли у меня вода в бутылочке, и ксерокопия паспорта ребенка, чтобы, если что, побежать. Да. Вот. Но при этом, вот вы еще правильную вещь сказали, мне ужасно любопытно, чтобы вы ее развернули, про то, что как пропаганда делает участие во власти не, ну, как бы не, как это называется, ну, то есть считать, что это неправильно и не нужно, да, зашквар, короче. Ну, не то, чтобы участие во власти, да участие во власти вас никто не допустит, а участие в каком-то публичном политическом процессе. На примере этого нашего последнего конституционного голосования можно видеть, как отпугивали образованную публику. А ведь это же им только внушает, что у них три коллеги с половиной внутри Садового кольца. На самом деле это около 20-25% всего электората, да. Политически осознанные люди с образованием, не при вас будет сказано, или без образования, но политически осознанные, городские жители, занятые в интеллектуальных профессиях. Это много очень на руку. И вот им нужно внушить отвращение к политическому участию, потому что запугивание на них не так сильно действует, хотя тоже действует, но не так. Но на них действуют эстетические элементы. То, что они называют стилистическими разногласиями с советской властью. Поэтому им показывают мерзкий ролик про гей-пару, которая усыновляет ребенка, чтобы им всем стало противно. Дальше им показывают саму процедуру голосования, которая тоже не может не вызывать тошноты. Вот эти вот все какие-то люди в полиэтиленовых пакетах завернутые, которые сидят на лавочке, и там картонная коробка, на которой написано «Кабина для голосования». Это еще одно важное направление. Потом им снимают еще много мерзких роликов, на которых какие-то постаревшие актеры с тухлыми глазами, им говорят, как важно приходить на голосование. Что думает образованный человек? Если вот эта вот продажная сволочь, меня зовет куда-то приходить, конечно, я туда не пойду. Я-то благородная свободная личность, поэтому тьфу на вас, на всех. Я не буду участвовать в этом вашем фарсе, в этом вот вашем вот всем, понимаете, таком вот представлении. Ну вот и хорошо. И, значит, организаторы радуются. Да, им не надо, чтобы никто участвовал, им надо, естественно, чтобы им пришли по списку их собственные сотрудники, и они проголосуют. Столько же ровно то же количество, как мы видели по опыту этого голосования, мы подбросим в процессе предварительных этих ласк, предварительных дней, без какого бы то ни было наблюдения. Ну и все. И вот будет нам хороший результат. Так это приблизительно и делается. Если будут выборы с кандидатами, не голосование за Конституцию, а выборы с кандидатами, то там можно другое. Значит, мы не зарегистрируем ваших кандидатов, мы зарегистрируем каких-то разнообразных парад уродов. И дальше вот вы тоже не придете. Потому что... Потому что не за кого голосовать. Не за кого голосовать. А если вам покажется, что есть за кого голосовать, мы-то вам про этого человека тоже что-нибудь расскажем, что оскорбит ваше эстетическое чувство. И тогда вы тоже никуда не пойдете. Это хорошие приемы. Они работают, пока люди, скажем так, недостаточно злы, чтобы иметь вот эти вот стилистические размышления. Когда они уже доходят до степени «Я за кого угодно проголосую, но чтобы вам, паразитам». Не досталось. Тут им уже не до того. Вот в Москве на выборах Мосгордума удалось публике дойти до этой точки. Вот они пришли и проголосовали. На самом деле простые люди. Я люблю этот термин «простые люди». Ну, скажем так, те, кто не входит вот в эту вот описанную мною четверть нашего электората, они до этой мудрости давно дошли. Они голосуют просто против начальства. Точно так же, как другая их часть, так называемое лоялистское ядро, также незамысловато голосует за начальство. Потому что оно начальство, а они голосующие за статус-кво. Вот это две логики такие голосовательные. Они обе не очень благородные, но они, по крайней мере, не в упрек никому будут сказаны, имеют отношение к реальному электоральному процессу. Потому что, понимаете, выбор и вообще голосование – это сложный процесс, многофакторный, в нем много кто участвует. Все непросто. Но свой цит – это очень простой штуки. Кто получил мандат, а кто не получил. То есть все заканчивается очень элементарно. И дальше можно говорить, «Ах, зато мы сделали вам низкую явку. Вот теперь угрызайтесь совестью, что у вас явка низкая». Явка низкая, а мандат-то есть? Ну и все. Вот на выборах в Государственную Думу в 16-м году явка была сверхнизкая. Ну и что? Получили конституционное большинство и пользуются им в хвост и в гриву. И очень радуются. И никто не говорит, «Ах, вы знаете, да, у нас есть конституционное большинство, но оно какое-то такое ненастоящее, потому что явка была тогда вот, пять лет назад, она была низкая». Никто же не помнит про эту явку. Особенно в условиях отсутствия законодательного нижнего барьера на присутствии. Сколько ни пришло, все равно выборы являются состоявшимися. Ну вот смотрите, у меня тогда еще такой вопрос про госустройство. То есть если нами руководят такие люди, которых якобы мы выбираем, ну выбираем, не выбираем, в общем они нами руководят, которые делают совершенно чудовищные вещи со мной, которые я не одобряю, скажем так, не нравятся. Не подписывались вы на такое? Не подписывалась я на такое, да я их и не выбирала, ну вот это вот обычная риторика, да? То что, собственно, остается-то нам-то? Я при этом, например, да, я живу себе уже спокойненько, прикрываясь как щитом своей дочерью, которая учится там в испанской школе. Я с ней живу в Испании практически безвылазно четвертый год. И в общем как-то так, типа я уехала в климатическую эмиграцию. Но ведь не все же, во-первых, могут это сделать. Во-вторых, вот это самое лоялистское ядро, оно же как-то, собственно, ему и пофиг. И кто тогда решает? Кто тогда большинство... Ну как, решает, решает всегда болото. Это закон, который был вывезен еще в период Великой Французской революции. Все решает болото. Но болото присоединяется к победителю. Или к тому, кто, как им кажется, является победителем. Они всегда присоседиваются к сильному. Тут можно в этот момент их проклясть, как приспособленцев и конформистов, но я вам должна сказать, что в общем присоединение к большинству это психологическая норма. Мы, люди, существа социальные, мы хотим социального одобрения. Нон-конформизм это, ну не хочется говорить, не очень нормально. Но это очень затратная поведенческая стратегия. Она требует большого ресурса. Либо ты должен обладать определенными социальными привилегиями, чтобы ты мог себе это позволить. Либо ты должен обладать каким-то выдающимся внутренним содержанием, чтобы ты мог вот так себя вести. Против всех, да. В среднем психически, что называется, нормальный равновешенный человек хочет быть хорошим, хочет соблюдать правила, хочет нравиться окружающим, хочет поступать так, как принято поступать в этом сообществе. Да, по нормам. Большинство людей делают то, что им говорят. И это довольно жутковато и может иметь последствия. Но это может иметь и великолепные последствия. Потому что если общественная норма побуждает вас, вознаграждает вас за, например, альтруистическое, благородное, или просто приличное поведение, то вы будете так себя вести. Если альтруистическое поведение не поощряется, поощряется, например, агрессивное, то вы будете вести себя так. Вот все эти жуткие психологические эксперименты Зимбарда, Стэнфордский тюремный, Мильгрэма, на самом деле показывают не то, что в каждом человеке скрыт кровожадный садист, который вот только жаждет вырваться на свободу. Они показывают вещь, может быть, еще более жуткую. Люди ведут себя так, как им скажут. Они будут вести себя как ангелы, если им скажут. И они будут вести себя как последние сволочь. Если им покажется, что вот такие тут условия, такая здесь норма, начальник сказал. Поэтому, конечно, грех велик на тех, кто отдает указания. Потому что на них ответственность. Опять же, средний, психически нормальный, замечу, человек будет делать то, что ему скажут. Не сразу, постепенно. Нельзя сразу всем сказать, там, выпрыгнуть из окна. Но по стадиям, используя различные социальные приемы, которые, в общем, достаточно хорошо известны, технологии управления, можно довести людей, как показывает нам исторический опыт, очень много до чего. И это не будут какие-то отдельные, уродливые, безнравственные, порочные, больные люди, совершенно наоборот. Это будут люди, которые реагируют на социальную норму. Собственно, вот эта вот великая гуманизация, которую я вам вначале пыталась описать, она и заключается, в том числе и в этом. В том числе и в том, что нормы изменились. И те самые люди, которые долгие века европейской истории ходили смотреть на публичные казни, как на одно из главных развлечений, на центральных площадях городов, они же теперь относятся нетерпимо к, например, жестокости по отношению к животным и всячески стремятся к тому, чтобы этого не происходило. Забирают их из приютов, всяких бездомных котиков, и вообще там считают, что детей наказывать нехорошо физически, а если это и случается, то они понимают, что даже если они это сделали, там, в поры родительского раздражения, то это неправильно и ненормально, и вообще-то так нельзя. Это все изменение нормы. Слушайте, а правильно ли я думаю, что вообще в принципе меньшинство решает, вот если в глобальном масштабе брать, то как-то меняет мир меньшинство? Ну, то есть как на любой упаковке, допустим, ветчины, которую я покупаю, там обязательно теперь стоит значок синглютен, без глютена. И там еще без чего-то там еще. При том, что непереносимость глютена встречается очень небольшого процента людей. Да, да, при том, что никому даже в голову не придет, что в ветчине может быть глютен. Разумеется, его там нету. Но этот штаб обязательно стоит. То есть точно так же, как на банке Кока-Колы стоит значок «Кошерное». Потому что, ну, да, но только вот почему это? Ну, это я, наверное, сейчас путаю. Я, наверное, говорю про всякие госпарпорации. Что вы говорите, иногда называется в современном дискурсе диктатура меньшинств. То есть когда действительно есть некое организованное меньшинство, организованное – это очень важное слово, для которого нечто важно, то оно этого добьется, потому что они организованы, для них это важно, для остальных не так важно. Этот закон действует, мне он стал впервые известен при изучении законотворчества, собственно, основной моей специальности. Там это называется «Pork Barrel Legislation» законодательство о бочке со свининой. Сейчас не будем углубляться в то, почему там бочка со свининой. Но это закон, который действует в лоббистской деятельности. То есть если легче провести норму, которая выгодна кому-то, если эти кто-то организованы, чем провести норму, которая выгодна большинству. Потому что большинства в политическом смысле не существует. Это абстракция. Мы ей оперируем, говорим, большинство хочет того-то, сего-то. На самом деле его нет, потому что у него нет организации. Поэтому у него нет политической субъектности. Оно ничего не хочет. Оно может себя показать, ну вот голосование для чего еще нужны. Кстати говоря, есть распространенное мнение, что демократия это вот как раз то, что нужно меньшинству, чтобы его большинство не затоптало. На самом деле демократия, в смысле электоральная демократия, наличие избирательных прав и наличие регулярных выборов, это единственная возможность для большинства как-то проявить свою политическую волю. Иначе любое организованное меньшинство будет их грабить и резать. Или в современных условиях не резать, но обирать будет точно. Потому что у них нет субъектности, понимаете? Их не существует. Это просто миллион голов отдельных. А если появляется группа, там не обязательно сейчас экстремистов, ну вот предположим, туалеты для людей с инвалидностью важны для людей с инвалидностью, которых не очень много. Но им важно, потому что человек с инвалидностью не может пойти в нормальный туалет. А человек без инвалидности может пойти в любой туалет. Поэтому ему от появления туалетов не хуже, а этим людям много лучше. Поэтому они пробивают то, что им нужно. Тут возникает проблема большая с правами женщин, которые вроде как большинство, но не структурированное большинство, неорганизованное. Поэтому, например, великая проблема очередей в женских туалетах, раз уж мы об этом решили сегодня поговорить внезапно, она никак не решается. Количество туалетов, мужские и женские, приблизительно одинаковые по размеру, но женщинам там нужно больше времени по объективным причинам. Они там еще много чего делают, не только вот, так сказать, то, для чего они предназначены, но они там окрасятся, переодеваются частично, меняют себя и прочее. Поэтому, по идее, нужно, чтобы в каждом публичном месте в женских туалетах было больше мужских. Этого пока не происходит, потому что в тех структурах, которые принимают решения при строительстве, при конструировании, женщин мало. А те, кто там сидят, они считают, что они все правильно сделали. На эту тему книжка есть интересная, называется она The Invisible Woman, невидимая женщина. Она вот сейчас вышла по-русски, выходит по-русски. Я к ней написала как-то отзыв на обложку. Это книжка, написанная британской феминистской журналисткой, которая собрала вот эти данные, которые говорят о том, насколько женщины являются невидимыми при любых расчетах. То есть от медицинских до архитектурных, когда рассчитывают что-то, ну что угодно, лекарства испытывают, преимущественно не на женщинах. Дома строят, имея в виду условного человека, который будет пользоваться этими домами. А условный человек, человек по дефолту, это мужчина. Кресло для водителей проектируют, еще что-нибудь там делают. Одежду для женщин конструируют мужчины. Поэтому, например, всякие вот эти штуки, на которых охотники вешают, вот эти пристегивающиеся, вешают свои, так и с кармашками, да, куда оружие кладут, они удобно застегиваются спереди, а бюстгальтеры, которые мы с вами носим, расстегиваются сзади, что неудобно ни одному живому человеку, кроме того, кто снимается в эротическом клипе, да, когда он там подходит и, значит, романтично расстегивает. Это дико неудобно, на самом деле. Поэтому, опять же, продолжая углубляться в эту тему, когда стали появляться женщины-гинекологи, то немедленно были изобретены тампоны. А до этого их не было. Потому что гинекологами были мужчины. И у них было свое представление о том, что хорошо, что дурно, что удобно, что неудобно. К чему я это говорю? Не для того, чтобы оплакать женскую долю горькую, а для того, чтобы объяснить, что такое политическое представительство. Если вас нету где-то, то вас там нету. Вас не слышно, ваш интерес не заявлен, и он не удовлетворяется. Почему борются за diversity? Не потому, что все сошли с ума на политкорректности. А потому, что если у вас какой-то орган власти состоит из людей одного типа, это могут быть самые лучшие люди на свете, благородные, образованные, патриоты своей страны, но они все белые мужчины 65 лет, которые служили в армии. Опять же, может быть, это просто вот крен де ля крен всего вашего социума, но они считают себя дефолтными существами, понимаете? И думают они о таких, как они. И когда они произносят слово народ, они представляют себе вот такую же толпу белых мужчин 65 лет, отслуживших в армии. Все. Не потому, что они злые и хотят монополизировать власть, а потому, что у них в голову это не влезает. Мы все так думаем, понимаете? У нас так устроено наше мышление. Мы все смотрим на окружающих и думаем, вот я бы так ни за что не выгляделась, вот я бы на его месте. Мы представляем себя, но никто из нас не думает, насколько каждый я не похож на другого человека. Поэтому, если у вас в вашем органе власти представлены разные люди, то когда у вас будет приниматься какое-то решение, типа давайте все пойдем воевать с соседом, потому что самое лучшее занятие для людей моего пола возраста и поколения это война с соседом. Все голосуем за, все голосуем за, всем нравится. Если у вас в этом же самом условном совете директоров будут сидеть люди другого пола, с другим опытом, с другим состоянием здоровья, другого социального положения, скажут, нет, давайте не пойдем воевать с соседом, давайте лучше детскую площадку во дворе построим, например. Голосуем? Голосуем. И если их достаточно много для того, чтобы заблокировать решение тех, кто решил воевать с соседом, вот у вас, глядишь, уже война с соседом не состоялась. По этой причине демократия, например, не воюет друг с другом. Есть такой закон политический. Демократия друг с другом не воюет. Не было таких случаев. Почему? Потому что в демократических странах избиратель не очень любит, когда его правительство воюет с кем-то. Не особенно. Потому что женщин много среди голосующих. Женщин, кажется, что деньги можно потратить как-то иначе. А не на вот эту вот всю мужскую фигню. Поэтому иногда приходится, но по крайней мере не с другой демократией, а с какой-нибудь страной, которую можно нарисовать как очень плохую. Тогда можно подписать на агрессивную внешнюю политику, в том числе и там женщин, и кого-нибудь еще. Идничных меньшинств. Потому что я им скажу, что вот там дьявол поселился по соседству, надо все-таки с ним что-то делать. Ну, это же тоже все можно сказать, рассказать. Ну, можно рассказать. Можно. Но если у вас демократия и у соседа тоже демократическая страна, то скорее вы будете торговать друг с другом, чем друг с другом воевать. С чего, собственно, я и начала эту самую историю. Вот что такое разнообразие. Вот для чего оно нужно. Не для того, чтобы каким-то обиженным сделать их менее обиженными, хотя это тоже важный вещь, а для того, чтобы у вас решения принимались с более широким обзором. Просто, чтобы другие опыты, другие мысли, другой вообще тип мышления мог быть добавлен в вашу копилку интеллектуальную. Это, вообще говоря, полезно. То есть, когда большему количеству людей стали давать образование, то сразу больше возникло изобретателей, ученых, рационализаторов, новаторов и инноваторов, потому что раньше у вас было там трое образованных, а теперь у вас их 33. И у них какие-то идеи появляются интересные. Так что это, в принципе, все человечество приносит большую пользу. Это отвечая на ваш вопрос о прекрасном будущем. Будущее, которое становится все более и более инклюзивным, то есть включает в себя все больше людей, которые тоже могут быть участниками, оно сначала кажется более опасным. Типа, как же так? Раньше мы пятером все вопросы решали, больше никого не слушали. Вот у нас была стабильность. А теперь тут вот вас толпа набежала, всех слушай, совсем советуйся, кто-то недовольный орет. Неприятно, да? Вот это вот тот этап, который переживают современные демократии. Прибежали какие-то грубые избиратели, голосуют неизвестно за кого, вместо того, чтобы голосовать за нас прекрасно. Дальше начинается часть образованного сословия, в том числе в Первом мире у них начинается разочарование в демократии. Как же так? Я думала, что демократия это когда выбирают социально близких. А вы нам выбрали какого-то грубияна. Я теперь больше не люблю демократию, давайте в монархию установим. Это все какие-то грустные рассуждения, а читать их неприятно. Или типа, вот после Брекста мне приходилось это слышать. Почему от британских людей вполне приличных? Типа, знаете, вот, а вот можете избирательное право как-то не всем давать. Ничего себе! Отлично! Давайте цензу введем! Есть прекрасный сериал «Годы» как раз английский. Смотрели вы его? Нет, короткий. Там как раз про то, про недалекое будущее, буквально там какой-то 50-й год условно, да, вот там как раз про то, что голосуют, ну, как это было, я так примерно помню в Древней Греции, да, когда голосуют только те, кто там, ну, и дальше цензы могут быть разные. В принципе, вот сейчас так вот я смотрю и думаю, неужели это действительно возможно, но потом я понимаю, что нет, это и фашизм. Нет, этого невозможно, потому что нельзя нельзя ввести ограничения, которые уже были сняты. Свободные общества, скажем так, на это не пойдут. А еще раз повторю, де-факто ограничения существовали и продолжают существовать, потому что все-таки для того, чтобы принять участие в политическом процессе, как я сказала, нужен ресурс. Ресурс есть у всех. Поэтому не надо ненавидеть своих сограждан, не надо хотеть их подвергнуть поражению в правах. Это, в общем, мягко говоря, какая-то нелиберальная и вообще нехорошая мысль, поражать в правах никого совершенно не надо. Демократическая машина пережует этих новых избирателей. В хорошем смысле пережует. Она их все равно включит в общий политический процесс, им там найдется место. Обычно говорят в таком случае об опасности референдума. То есть вот смотрите, опять же, возвращаясь к Брекситу, дали, так сказать, пустили дурьку на выборы, значит, дали людям высказаться по тому вопросу, о котором они не могут иметь мнения, потому что это слишком сложный такой вопрос. Не надо было его выносить на общенародное обсуждение. Но это тоже какая-то такая логика, не очень хорошая. Что значит слишком сложный вопрос? Это вопрос, который касается непосредственно жизни людей. Поэтому они имеют право о нем высказываться. Но в принципе, вот политология наша говорит, что вот эту вот партиципаторную демократию, демократию участия надо опускать максимально на местный уровень. То есть там проводить всякие непрерывные голосования, опросы, сходы там собрания, для того, чтобы люди могли решать вопросы местного значения. Там, где им ближе, так сказать, ближе к телу своя рубашка, там, где понятно, о чем идет речь, там всех надо опрашивать. И тут еще вот что интересно в связи с этим. Интересно, что если действительно будет такая низовая демократия, прямая, причем демократия, электронными средствами, то там немножко растворяется вот это понятие тайны голосования, за которое мы так держимся и справедливо держимся на выборах, скажем так, общефедеральных. Потому что, ну смотрите, если вы участвуете в родительском чате в WhatsApp, или в собрании собственников жилья, или в сходе на районе, обсуждаете, что вам снести, что срубить, что посадить и как вам потратить часть бюджета муниципального, то вы там не можете выступать анонимно. Вам эта анонимность не только нежелательна, она и невозможна. Вы, наоборот, выступаете от своего имени, как родитель, собственник, житель. То есть вот там это действительно приобретает парадоксальным образом какие-то такие эллинистические черты. Вот все пришли на гору, все-всех знают, да, как в этих обществах было небольших таких соседских. Также в Древней Греции не все, естественно, имели право голосовать, а только, во-первых, мужчины, свободные мужчины, ну и местные, так сказать, титульные национальности из своего города. Но зато все-всех знали, было чувство общности и на чем строилась греческая демократия, на непрерывном участии, на том, что каждый свободный человек, свободный мужчина, он успевал побыть там инспектором на рынке, заведующим ритуальным жертвоприношением, все воевали, конфликты были частыми, каждый должен был побывать судьей или присяжным, в народном собрании высказаться, то есть они по жребию, там жребия, вот эти вот должности, они переходили все время от человека к человеку, таким образом, каждый много вот этих гражданских функций политических отправлял в течение своей жизни. Интересно, что, может быть, мы к какой-то такой штуке придем, не знаю, насчет, конечно, ритуального жертвоприношения и воинцесоседским районом, но, тем не менее, вот это прямое участие не анонимное, оно может вернуться в политику, но скорее на уровне вот таком максимально приближенном к земле, что тоже ценно, потому что, ну, это ценно по целому ряду причин, потому что участие вообще способствует гражданскому миру, люди, когда участвуют в рыбаке решения, то они потом считают его своим, несут за него ответственность внутреннюю, это позволяет смягчить вот этот страшный конфликт, который сейчас во всем мире есть, то, что называется антиэлитными настроениями, это ощущение, что есть мы и они, есть вот это начальство, которое от нас далеко, мы ему безразличны, а есть вот какие-то мы, это очень плохо, для гражданского мира это вредно. Вот если все участвуют, то ответственность размывается, и это в этой ситуации это хорошо, потому что не происходит формирование вот этих двух отрядов, мы простые люди, и вы, значит, проклятые начальники, что, как вы понимаете, конфликтогенно по своей природе. Вот какие перспективы, понимаете, у демократии, для тех, кто сумеет, у кого ума хватит, их у себя завести. Это интересно. Да, это ужасно интересно, и я, в общем, надеюсь, что мы этому будем свидетелем все-таки через какое-то... Слушайте, если есть общественная потребность, то она себя будет каким-то образом проявлять. Ну да, я тут тоже с вами согласна, что у нас активных граждан, как раз активных людей в России, что-то я смотрю, все прибавляется и прибавляется, это очень приятно. Это правда. Одно из, так сказать, менее приятных последствий этого это усиление разнообразных репрессивных практик. Тоже таких хитрых, точечных, демонстративных. То есть не столько на современном этапе репрессий должны носить массовый характер, это не нужно. Они как раз носит характер точечный и больше вот такой вот театральный. То есть одного там как-то показательно репрессировали, а сто тысяч напугать. Но есть еще и обратная здесь история, потому что все-таки вот сейчас вот хотя бы если последние дела наши там полмесяца взять, да, все-таки очевидно совершенно, как это заработало. Это же не работало буквально еще тогда, когда нас с Михаилом там убрали с телевидения, условно говоря, в 12-м году. Никто даже не пикнул, и мы очень были обижены. Как же так? Где профессиональное сообщество, которое за нас не вступило? Сейчас вообще другая история. Это вот видно, как это выросло, да? Первой проявляется, что интересно, проявляется корпоративная солидарность. Цеховая. Журналисты за журналистов, актеры за актером. Это часто ругают, что типа вы только за своих вступаетесь. И тут, конечно, есть своя несправедливость, потому что, ну, есть люди, которые не принадлежат никакому коллективу, никакой социальной стратегии, которая может за них вступить. Вот Юля Цветкова, например, да? Кто за нее вступится? Ну, не художники же. У нас не хочется говорить, что за нее вступает ЛГБТ-сообщество, иначе все, кто вступает, сюда запишутся, а людям это, может, не нравится. Но за нее вступается творческая публика. За нее вступаются женщины, как за женщину, пострадавшую явно за феминистические высказывания, за эти рисунки, которые нормализуют женскую физиологию и вообще женское тело. Поэтому те, кто вообще феминистические и оптики сочувствуют, за нее вступаются. Это тоже некая сообщество. Понимаете, к чему я клоню? Есть организация, есть политическая субъектность. Нет организации. Вас может быть триллион триллиардов, вас все равно не существуют политические. Поэтому важна вот эта вот корпоративность. Она выглядит некрасиво, опять же, на взгляд гуманистического человека, который хочет, чтобы просто вот за любого несчастного все вступались, потому что он тоже человек. Это здорово. Но для того, чтобы это начало работать, сначала за этого несчастного должны вступиться те, кого это касается непосредственно. То есть те, кто думает, я буду следующий. Побудительный мотив-то здесь какой? Значит, давайте отобьем своего, чтобы знали, что наших трогать нельзя. Это не очень благородно, но это работает. Это политическая механика. А когда другие группы видят, что, смотрите, эти всей толпой побежали своего отбивать, как я уже говорила, люди к сильным-то присоединяются, давайте мы тоже. Мы тоже постоим. Хочется же, как вы заметили, верно, активность возрастает. Хочется поучаствовать. Но первому самому одному выходить страшно до смерти. И вообще, может, я как дурак буду. Никто не пойдет, а я пойду. А тут вроде все побежали. Я тоже побежал. Во-первых, safety in numbers, безопасность в количествах. Во-вторых, ну, типа, сейчас так делают, сейчас так носят, как было прошлым летом, по поводу Голунов. Все пошли. Этим летом новое лето, новый Иван. Много Иванов, кстати. Много Иванов уже у нас. Так это, всех не перевешаете. Значит, всех Иванов не пересажаешь. Но действительно, их много, запас их достаточно велик. И активность возросла. Вот сейчас тоже, смотрю, народ как-то поскакал во всем этом деле участвовать, потому что это вот журналистская такая история, что, опять же, является иногда, становится поводом для упреков, но это совершенно глупо. На самом деле, нужно не упрекать людей за то, что они вступают за своих, а надо подумать, а кто ваши свои, а за вас кто? Кто за вас пишется? А вы за кого? А вы за кого готовы будете вписаться? Ну, на этот вопрос я говорю, да я, я вот за любого, с кем происходит несправедливость. Поэтому давайте не так. Давайте не испытывать себя на благородство, особенно воображаемое. Подумайте, кто за вас? И если у вас такого никого нету, то это нехорошо. Во-первых, как, опять же, поняли многие люди, которые срочно и с большим трудом в СИЗО вступают в брак, надо иметь семью, потому что в наше тяжелое время в одиночку трудно жить. И все те граждане, которые говорили, что штамп в паспорте не главное, главное чувство, знаете что? Чувства вас не пустят ни в реанимацию, ни в СИЗО. Да, вот погодите, Катерина, сейчас я забыла в самом начале сказать, что у нас есть специальные люди, которых я попросила прокомментировать, вот как раз вопрос про журналисты, будущее журналистики, будущее семьи и третье, это будущее профессии. Я бы тоже очень хотела, мы уже долго с вами говорим, это бесконечно может длиться, я с удовольствием. Слушайте, Татьяна, каждая из этих тем на хорошую лекцию, и одну из этих не стала читать, это о будущем журналистике, а о двух других у меня есть лекции. Я знаю, но все-таки, тем не менее, я бы хотела тоже послушать вот эти комментарии. Давайте начнем как раз с семьи, коль скоро мы с ней заговорили. Мне просто интересно послушать еще другое мнение, ваше я знаю, и ваши лекции можно посмотреть. Ирина Млодик, кандидат психологических наук, психолог. Семья будущего, на мой взгляд, ничего особенного не изменится. Единственное, я сейчас все больше замечаю молодых людей, пришедших на терапию в достаточно раннем возрасте. И это говорит о том, что к тому времени, когда они захотят создать семью, у них уже будет гораздо больше психологической зрелости, взрослости, осознанности. А это значит, что они не будут переносить свои проблемы на детей или супругов, ну или будут делать этого гораздо меньше. Экономически сейчас возможно вырастить ребенка одному и не зависеть от поддержки партнера. И поэтому все больше молодых семей, если и будут создавать семью, то будут опираться на свой внутренний выбор и на готовность иметь ребенка или неготовность его иметь. Сейчас достаточно где-то центрированная у нас ситуация, когда очень многие семьи хотят много дать детям. Вся жизнь семьи строится вокруг ребенка. Поэтому, на мой взгляд, будущее семьи вполне прекрасно. Ну, так вот. Ну, слушайте, нельзя не согласиться с этими тезисами. Да, конечно, это такие вещи, которые, с одной стороны, достаточно очевидны, с другой стороны, довольно редко формулируются. Было сказано, что возможно выжить, так сказать, в одиночку, не создавая семью и вырастет ребенка. Я тут скажу вот что. Вырастить ребенка в одиночку тяжело. Это пока, вот доращивание ребенка до возраста некой социальной зрелости, это тяжелая задача для одного человека. У нас в стране вы имеете в виду? Да, мы сейчас говорим о нашей ситуации. И, собственно, во всем мире, пока не станет, так сказать, не укорениться, если он появится, институт базового гражданского дохода, когда будут какие-то выплаты, так сказать, безусловные выплаты на любого человека и сколько-то на ребенка, вот это еще дополнительно поменяет институт семьи. Пока довольно значительным целеполаганием для создания семьи является выращивание хотя бы одного дитятки, потому что одному человеку это сделать все же тяжело. Но действительно семья перестала быть институтом выживания, поэтому от нее ожидают гораздо большего, чем просто совместные заготовки дров на землю. Это делает ее и более ценной для тех людей, которые затевают этот проект, но и более хрупкой, потому что повышенное ожидание это повышенный риск разочарования. Поэтому, если мы посмотрим нашу статистику, у нас по-прежнему высокое число браков и высокое число разводов. И что еще у нас происходит, что происходит со всеми странами второго демографического перехода, снижение рождаемости, повышение возраста заведения детей. Это довольно быстро идущий процесс. Потому что у нас была интересная штука. У нас в 80-х годах случился как бы откат, когда люди заводили детей раньше, чем предыдущие поколения. То есть в 80-х годах, конец 70-х до конца 80-х у нас происходило омоложение родов. Но это специфическая, я так думаю, советская штука. Чуть-чуть люди стали более сытыми и в общем стали детей заводить. Это все закончилось в 90-е, потому что не до того было. А потом пришел собственно второй демографический переход. И теперь мы не выбиваемся из общего тренда развитых промышленных урбанизированных стран. Когда люди рожают меньше, рожают позже. Это совершенно не обозначает, что они перестают рожать. Более того, из этого совершенно не следует, что какие-то сообщества таким образом вымрут. Люди удивительно считают. Они говорят, что если у вас значит коэффициент рождаемости меньше уровня воспроизводства, то есть меньше двух, это обозначает, что вы неуклонно будете вымирать. То есть они себе представляют какого-то вот Адама и Еву, которые родили двоих. А если они родили меньше двоих, то все, человечество на этом исчезло. То есть нет, никакая популяция таким образом не вымирает. Более того, да, ее количество снижается, но к вымиранию это не имеет никакого отношения. Так что тут можно не переживать. И вообще, откуда это вот, это вот есть мальтузианство, которое говорит, что будет столько людей, что они съедят всю траву и выдашат весь воздух. Мы умрем. А есть вторая, рядом существующая школа мысли, у которой даже названия нормального нет, которая говорит наоборот. Значит, вот из-за этих там, типа того, что контрацепции, порнографии и ЛГБТ-сообщества все перестанут рожать, за счет всех все отшибет, и тут мы выберем. Не произойдет ни того, ни другого. Люди продолжают вступать в брак, люди продолжают иметь детей. Я согласна насчет детоцентричности, и это тоже и на бедных детушек, и на бедных родителей возлагает часто неадекватную тяжесть. Дать ребенку все самое лучшее. На него, бедняжку, навешиваются какие-то надежды, которые он не в состоянии вообще поддержать. Родительский невроз всячески процветает. Достаточно ли я, типа, хорош как родитель? И когда, и куда я, у меня, например, невроз такого рода, куда я родила троих детей, в какой-то родительный мир, и как они будут жить, да вот что ж, куда же мне их заснуть. Ну, вы знаете, у меня иногда возникает мысль о том, что эта окружающая реальность недостойна того подарка, который я и сделала, но ничего, она будет приспосабливаться, будет благодарить. Мне будущее скажет мне спасибо за то, что я для него сделала. Но нет, насчет того, что, а, зачем я вас бедных родила в этот ужасный мир? Нет у вас такого нет. Такие мысли мне не посещают. Ну, детки-то довольны вроде, им все нравится. Но это главное. Соглашусь я с выводами вашего психолога. Добавлю к этому следующее. Всякие инстанции, которые исследуют человеческую сексуальность, они нам сообщают о радикальном снижении сексуальной активности молодежи. Представители старшего поколения. Слыши это, непременно слышат. Поколение Z разучилось заниматься сексом, мы все умрем. Значит, нет. Вот любые выводы, которые заканчиваются фразой мы все умрем, не имеют отношения к реальности. Действительно, молодые люди не фетишизируют сексуальную активность как таковую. Она перестала быть инициационной практикой. То есть она перестала быть чем-то, что ты обязан сделать, чтобы быть взрослым. Напиться, подраться и вот лишиться девственности. Вот так тут ты настоящий член популяции. Это перестало быть таким ценным. Кроме того, действительно, отношения ценные, а не секс как таковой. Это тоже правда. Прямые контакты становятся дорогими, задратными в смысле психологическом. Тебя могут там травмировать, обидеть. Ты можешь, не дай бог, кого-нибудь обидеть. Ну, а тут еще вирус какой-нибудь на тебя перескочит. В общем, молодые люди, они опасливы в этом отношении. Тем более, что не очень понятно, зачем так гнаться, где тот великий бонус, который я при этом огребу, когда тем более того же результата можно добиться совершенно другими способами, не привлекая для этого целого живого человека. Что, в общем, действительно, какая-то избыточная потрата этого ресурса. А с целым живым человеком я лучше буду общаться, иметь с ним отношения, какой-нибудь там ценный совместный досуг. Есть такая тенденция, я абсолютно не вижу в ней никакой проблемы. Когда снимается это страшное социальное давление, которое принуждает людей заниматься чем-то определенным, то выясняется, что довольно большое количество людей этого на самом деле не хотело. Ну, вот это сейчас мы и говорим о новой норме, которая на наших глазах сейчас... Она на наших глазах формируется. Многих людей она пугает. Понятно, что никто из выросших в старой норме в новой норме комфортно себя чувствовать не будет. Извините. Тут ничего не поделаешь. И ладно. Единственное, что можно посоветовать, это не отрицайте реальность. Вы пытаетесь участвовать в выработке этой новой нормы. То есть присутствуйте. Вот главный закон политического участия это участие. Участвуйте. А не говорите, у вас там партсобрание и комсомол. Я вообще вот опять же я такой возвышенный, я туда не пойду. Хорошо. Не участие, это гражданская смерть. Я думаю, что это будет, так сказать, финальная и ключевая мысль всего этого нашего насыщенного собеседования. А вот и нет. Так. Все-таки важный вопрос еще про журналистику, точнее вообще про СМИ. Мне тоже это очень интересно. Это тоже какая-то тенденция. Хотя, впрочем, Станислав Кучер, наш с вами общий знакомый, сейчас мы его послушаем, его комментарий. Он считает, что журналистика тоже не меняется и не изменится. Прекрасно, конечно, сейчас мне, стоя на крыше в Нью-Йорке, рассуждать о будущем журналистики. Можно было бы сказать, что вот, наверное, сейчас, глядя на Ивана Сафронова, на Светлану Прокопьеву, на Ивана Голунова и на судьбы многих других российских журналистов, молодые ребята, которые, возможно, и думали поступать на журфак, идти в журналистику, сейчас подумают, а ну его, все-таки, что заняться чем-то безопасно. Но нет. Я настроен совершенно оптимистично. Уверен, что именно такие примеры сейчас вдохновят очень многих молодых, энергичных и сильных духом людей, кто верит в то, что человек может изменить мир вокруг. Потому что журналистика была, есть и будет профессией правды. Что касается разговоров о смерти журналистики в эпоху интернета и доступности всего и вся, мне кажется, это полный бред, потому что мой отец журналист и ему рассказывали на тот момент, когда он был совсем молодым парнем, пожилые журналисты, а им рассказывали их там отцы, деды и так далее, про то, что когда ежемесячные газеты превратились в еженедельные, а потом ежедневные, ветераны журналистики предрекали профессии смерти, говорили, ну как можно заниматься журналистикой в ежедневной газете, это же полное размывание всего. А потом после ежедневных газет появилось радио и уже те, кто еще недавно был молодыми репортерами ежедневных газет, сетывали на то, что ну теперь с появлением радио журналистка умерла, потому что теперь имеет значение голос, интонация, а это уже попса. А потом появилось телевидение и уже ставшие старыми радищики рассуждали о том, черт возьми, вы же торгуете лицом, это уже актерство, это шоу, это к журналистике не имеет никакого отношения. Ну а потом после телевидения появился интернет и очередная волна рассуждений на тему того, что все умерло и журналистика какого не будет. Журналистика была, есть и будет, потому что спрос на правду был, есть и остается. Так что все с нашей профессией будет в порядке. Витя Екатерина, каждый, каждый за свою профессию просто бьется и уверен, что у него в чем будет в порядке. Каждый видит именно для своей профессии светлые перспективы. Слушайте, нельзя не согласиться. Со Станиславом абсолютно ту правильную вещь, что он говорит, и действительно он показывает вот эту историческую перспективу, в которой каждое предыдущее поколение считает, что у них-то было все правильно, а следующее значит все погубит или уже даже погубило. Сейчас, да, предполагается почему-то, что интернет и блогерство заменят журналистику, но слушайте, каждый из нас, всем множество блогеров, каждый из нас по-своему блогер, но это совершенно не заменяет журналистской профессии, потому что блогер это не фулл-тайм работа. Мы не можем проводить расследование, да, мы можем там поверхностным гуглингом чего-то такое узнать. Любовыми злоненками, теми самыми. Да, либо мы можем рассказывать о своей профессиональной сфере, но журналисты делают другое, журналисты создают нашу картину дня, они сообщают нам, что вообще происходит, что важно и что не важно. Я, кстати, обратила на это внимание впервые, когда я была очень маленькая и работала в Государственной Думе. И там вдруг до меня дошла такая вещь довольно простая, что все вот эти вот большие важные газеты, которым тогда поклонялись там коммерсантам, коммерсантам, это было напомнено в 99-й год, 2000-й год, что все эти издания и телевидение и радиостанции, они берут свой первоначальный материал, о чем вот они будут писать, из информационных агентств. А информационные агентства это вот корреспонденты, девочки, мальчики, которых я знала хорошо, которые как бы не считались особенно журналистскими звездами, но они вот пехота, но они всем рассказывают, что вообще сегодня произошло и что завтра произошло. А дальше вот эти ленты читают, эти тасовки, как это называлось, читают уже все остальные и оттуда они берут свой материал и говорят, о, вот этот вот сюжет, это мы побежали там про это писать. Но вообще рассказывать им о том, что Земля круглая и сегодня светит Солнце будут вот эти вот юные существа, которые бегают с микрофоном и в общем собирают эти самые новости. Вот так вот это, как выяснилось, так это работает, и с тех пор я это как-то поняла и удивилась, продолжаю удивляться. Ну и вообще, собственно, заканчивая все-таки наш разговор, Катерина, хотя я бы, ну ладно, я бы с вами еще помолтала бы, но смотрите, получается какая прекрасная картина, что в итоге всех наших рассуждений как бы по каждой части получается, что все-таки один маленький человек, будь он корреспондент, будь он там участник ТСЖ, будь он человек, который выбирает кого-то в муниципальные депутаты, все-таки это люди, которые могут объединяться в сообщество и решать что-то даже в нашей стране, где, казалось бы, сейчас ничего вообще от нас не зависит, это так, в общем, опускает руки. Давайте в конце, скажи что-нибудь, да. действие творит чудеса. Или как в этом сезоне принято шутить, те, кто говорят, что один человек не может изменить мир, никогда не ели сырую летучую мышь на рынке. Так что да, один человек может изменить мир, но это не всегда меняется в ту сторону, какую нам хотелось бы. А вот объединенные граждане, объединенные общим интересом, не социальной близостью, не личной симпатией, а общим интересом, то есть так называемой органической солидарностью по Дюрнгейму, который, как известно, различал механическую солидарность по принципу сходства, мы из одной деревни. И органическую солидарность, у нас общий интерес, мы делаем какое-то одно дело. Они не взаимоисключающие, эти две солидарности, мы из одной деревни тоже хорошая основа для объединения. Но, когда вы хотите что-то добиться, например, чтобы у вас парк не вырубили в вашем районе, то вы будете объединяться не с теми людьми, которые читали с вами в детстве одни книжки, и которые отзываются на ваши цитаты, а с теми, которые тоже хотят, чтобы парк не вырубили, даже если вы в гости бы себе никогда не позвали и вообще не сели бы с ними даже на одну скамейку. Но тут вы будете биться плечом к плечу, поверьте, и друг друга вытаскивать из отделения полиции. Нам такие случаи хорошо известны. Тут образуется вот эта самая органическая солидарность, основанная на общем деле. Поэтому, если вам что-то надо, ищите тех, кому это тоже надо. Если вы видите, что есть какое-то дело, которое к вам тоже имеет отношение, вас касается, и кто-то его делает, то тоже бегите туда и в этом во всем участвуйте. Совместная деятельность, еще раз повторю, добивается выдающихся совершенно результатов. И второй момент. Присмотритесь к тем, кто, когда вы собираетесь что-нибудь делать, будет вам говорить, это безнадежно, вы ничего не измените, все уже решено. А также другие приемы. Вот этот человек, за которым вы вступаетесь, он в каком-то в прошлом году не то написал в Твиттере. Как вы можете рядом с этими присматриваться, сейчас расскажу, как вы можете рядом с этими людьми вообще находиться, вы себя компрометируете. Присматривайте к этим людям, записывайте их в списочек. Они занимаются социальной демотивацией. Их задача внушить вам выученную беспомощность. Довольно часто они при этом имеют социальный или прямой материальный интерес. Еще раз повторю, человека, который отказывается от социальной деятельности и, в общем-то, потом начинают грабить. Вот такое странное совпадение. Почему так? Почему с его собственного согласия? И мы говорим, так ты же вот тогда-то вот, типа, ты был не против, ты сейчас, наверное, не против, да? Ты же не высказывался. Ну вот, значит, ты соглашался, наверное. Поэтому имейте в виду этих самых демотиваторов. Запоминайте их. Через некоторое время вы обнаружите, что это довольно ограниченный список лиц, и все они вам уже известны. Тогда они у вас будут уже в списочке, в блокнотичке. И когда они в следующий раз появятся, вы скажете, о, а ты у меня записан уже, дорогой. Я уже тебя знаю. И дальше вы эту всю мототень особенно вот это вот. Все уже решено. Поскольку никто завтрашнего дня не знает, свел юноша вечер, а нынче умер, бывает и наоборот, то никогда никакого всего решенного не бывает. Никто не владеет будущим. Поэтому в эти разговоры идиотические, не верьте. Будущее должно быть таковым, каковым вы готовы его сделать. Катерина, спасибо вам большое. Прям вот поклон. Как это? Я всего лишь делаю свою работу, как это называется, в таких случаях, как в фильме «Полицейская академия». Помнишь, когда ты снимал при помощи пистолета, снимал котенка с дерева? Говорит, я всего, я просто делаю свою работу, вот я тоже такой буду. Можно это? Теклбери, по-моему, его звали. Можно. Хорошо. Спасибо вам. Мы с вами долго пообщались, но, по-моему, дело того стоило. Конечно, безусловно. Так что вам большое спасибо. Ну что же, дорогие друзья, вот очередной разговор, который я просто не могла прервать и наслаждалась, конечно же, потому что Екатерина Шульмана одна из любимейших в моих последнее время людей, которым я прислушаюсь, с удовольствием. Я счастлива просто, что у меня на канале она сказала свои мысли и очень надеюсь, что она вас тоже чем-то затронула. Пожалуйста, обязательно пишите комментарии. Я их все читаю, мне это очень интересно. Стараюсь даже отвечать. И если вас что-то беспокоит, пожалуйста, пишите мне. Будем во всем разбираться. Лазарева тут. Субтитры сделал DimaTorzok